За всю карьеру Герд Мюллер забил более 550 голов, а в сезоне 70-71 он установил рекорд по забитым мячам. Ровно 40 лет ни один футболист не мог забить за сезон 85 голов. Мюллеру на это понадобилось 60 матчей за клуб и сборную. Путь Мюллера, футболиста с очень атлетическим телосложением для футбола до звания бомбардиры нации, проходил через разные сложности. Но именно футбол стал для него смыслом жизни. Смерть отца заставила 15-летнего подростка из многодетной семьи идти зарабатывать на жизнь, носиться на бивную фабрику. Его взрослая карьера футболиста началась в местном клубе ТСВ-1964 и уже в первые два сезона о нем заговорило большинство спортивных смен Германии. Футбольному миру Герд Мюллер известен прежде всего как легенда мюнхенской Баварии конца 60-х, начала 70-х годов. Однако даже в начале его карьеры за мюнхенский клуб ему не удавалось пробиться в стартовый состав. У игрока были тяжелые бедра и лишний вес. Даже та Бавария, которая выступала в первом дивизионе, не могла взять такого неповоротливого игрока. Началу своего становления в Баварии Герд обязан тогдашнему президенту клуба Вильгельму Нойдекеру. Именно он заставил тренера начать выпускать игрока на поле. Герд забил в первой же игре за основу, а через две недели сделал покер. Когда он появился в команде, он был маленького роста и весил гораздо больше, чем сейчас. Сейчас он стройный и отдал ему прозвище «Коротышка Толстый Мюллер». За всю карьеру Герд выиграл практически все клубные турниры европейского футбола. Стал настоящей звездой мирового уровня. Вместе со сборной ФРГ он стал чемпионом мира в 1974 году. Мюллер – обладатель золотого мяча и двукратный обладатель золотой бутсы. Ровно семь раз этот форвард становился лучшим бомбардиром чемпионата ФРГ. Закончит он карьеру в США, потом пропадет со всех обложек журналов, его жизнь наполнится влечением к алкоголю и беззаботному прожиганию после футбольного возраста. Сейчас Мюллер лещ сот Альцгеймера. Из родных у него осталась только дочь. Спортивная карьера этого великого футболиста является примером для подражания для многих мальчиков, которые хотят стать футболистами. А вот биография показывает, что за мгновенным взлетом иногда может следовать падение.